МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире передача «Экономика дня». В свете недавних событий для грузинского туристического рынка наступают серьезные риски. Учитывая, что из России в Грузию ежегодно приезжают более полутора миллионов туристов, которые пополняют бюджет на сотни миллионов долларов, сейчас туристический сектор этой страны может столкнуться с существенными проблемами, тогда как туристические секторы других стран могут произойти сильное оживление. Выбор российскими туристами именно грузинского направления объясняется тем, что большинство россиян предпочитают проводить летний отпуск на берегу моря, а грузинские города, расположенные около Черного моря, идеальны для этого места. О том, куда сейчас может перенаправиться туристический поток, может ли Азербайджан заменить туристам Грузию, мы поговорим с нашими экспертами из Университета туризма и менеджмента, заведующей кафедрой маркетинга Эльмирой Гаджаевой и заведующей кафедрой гостиничного и ресторанного бизнеса Нороза Кулиева. Приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Эльмира Хану, скажите, пожалуйста, как по-вашему, где сейчас могут загорать северные гости? Значит, на этот вопрос, Юрий, конечно, хотелось бы ответить тем событиям, социально-экономическим мероприятиям, которые проводятся у нас в стране. Естественно, к данному виду отрасли экономики относится сейчас должное внимание со стороны президента, со стороны нашего правительства. Не зря мы видим за последние несколько месяцев несколько как раз такими мероприятиями, которые еще раз подчеркивают наше достояние, как с качеством традиции, как качеством менталитета нашего народа, с учетом, конечно, развития национальной экономики. Северные гости, естественно, мы неоднократно отмечаем, что поток туристов с Россией, он, конечно же, у нас основополагающий, положительная картина у нас наблюдается. И это неоднократно говорят стат данных, которые показывают 30 и более процентов. Естественно, сейчас это может даже зашкалить до 50, как эксперт, я считаю. Почему? Потому что именно конвенция, которая была подписана президентом страны, Каспийские государства, еще раз будет способствовать туристическому потоку с многих стран, и, как вот сейчас подчеркиваем, Россия. Россия, она, конечно же, располагается на том, что большинство солнечного потока, мы знаем, солнечный Азербайджан. И, исходя из этого, мы даже неоднократно каждый раз отмечаем, что из 11 климатических поясов 9. Но мы знаем, что запланированное развитие, социально-экономическое развитие наших регионов, еще раз показывает достопримечательности не только города Баку, но и окраин, а я имею именно экономические регионы. Как раз-таки мы знаем, что была принята программа, связанная с пляжным туризмом. Естественно, пляжный туризм – это здоровье. Естественно, россияне, как и другие националисты, как и другие виды, они располагаются, конечно, на том, чтобы отдыхать, и отдыхать, конечно, с учетом получения определенной пользы для себя. Поэтому неоднократно мы это также указываем, что Каспийское море, оно будет благоприятным для торпотока северных костей. Еще бы хотелось бы сказать, что в данном случае, как вы и отметили, именно подписание указа 21 июня, который будет введен в действие с 8 июля, еще раз покажет, что как раз-таки этот перенаправленный поток, потому что мы знаем, что Грузия, соответственно, Азербайджан, тоже они имеют определенную здесь инвестиционную привлекательность. А где гарантия того, что поток перенаправится именно к нам в Азербайджан? Здесь надо указывать ту точку зрения, которая будет располагаться именно с целью пляжного туризма. Поэтому, если мы говорим Батумия, Грузия, естественно, соответственно, Батумия, мы знаем, что инвестиции как раз-таки были вложены в основном здесь даже со стороны России 60, если не ошибусь, 60 миллионов. И я думаю, что прежде всего, как экономист, как эксперт, считаю, что тот аспект, который был бы наблюдался с учетом летнего туризма в Грузии, он будет у нас. А как вам кажется, вот солнечный Азербайджан сможет ли заменить россиянам Грузию? Безусловно, мы можем принять этих туристов, которые сегодня могут быть действительно на полу со стороны Российской Федерации. поскольку я, так скажем, уверенно говорю, потому что мы, однако, уже такую ситуацию прожили. Если помните, у нас, вернее, у России и Турции было достаточно сложное отношение. В то время же российские туристы уже какое-то направление выбрали, азербайджанское направление. Тогда мы уже встретили этих туристов, как принято в Азербайджане принять гостей и туристов. Безусловно, да. И сейчас мы, безусловно, к этому, скажем так, готовы. И, безусловно, в Азербайджане руководством, скажем, государственного агентства по туризму делалось в течение года много для того, чтобы вот летний период ожидали, что большой наплыв туристов будет. Тем более, эту ситуацию, безусловно, мы не предполагали. Но, тем не менее, вот ситуация играла, скажем, в какой-то степени положительной, позитивной для нашей страны. Поскольку я уверен, что это российские туристы, которые выбрали грузинское направление, они выберут, прежде всего, азербайджанское направление. Поскольку у нас тоже достаточно солнечный берег и, причем, сделали достаточно серьезный мониторинг, уже готова наша пляжная территория, где-то около 85-90% уже территории готовы принять этих туристов. Я думаю, что у нас все возможности есть для того, чтобы принять этих гостей. Ну и что, можно еще сказать, что инфраструктура достаточна в Азербайджане. Настолько благополучно, что я думаю, что они выберут. Во-первых, это ближе к России. Во-вторых, во всех транспортных средствах можно воспользоваться и добраться очень легко и свободно в Азербайджан. И Азербайджан готов для того, чтобы принимать таких туристов. Ну, конечно, было бы, конечно, очень интересно принять весь этот поток на себя. Эльмир Ханум, но в Азербайджане сказал, что государство сделало достаточно много для того, чтобы принять туриста. А вот что, по-вашему, что нужно еще сделать, чтобы издевать максимальную выгоду вот из этой ситуации? Естественно, с экономической точки зрения мы всегда говорим максимально извлекать выгоду. Потому что здесь, соответственно, мы говорим о том, чтобы пополнять бюджет нашей страны. Естественно, мы каждый раз это указываем, что приоритетными отраслями изделится туризм. Поэтому максимальная здесь, конечно же, помощь, финансовая поддержка со стороны государства у нас имеется. Хотелось бы, конечно же, чтобы в ценовой политике, которую мы неоднократно указываем, даже на авиарейсы, она и также безвизовый режим, который мы также указываем. Потому что, если так посмотреть, здесь большинство стран, конечно же, даже, если даже тушься Грузию указать, у нее не ошибаюсь, 114 стран, которые существуют безвизовым режимом. Ну, а в Азербайджане тоже это указывается, что они с некоторыми странами у нас существуют. И вот эта преграда, она, если будет приоритена, конечно же, соответственно, это будет также помогать, принимать большое количество туристического потока на страну. Естественно, здесь также надо указывать о том, что запланированные, как раз-таки, те действия, которые в последнее время ведутся запланированно, как раз-таки помогают нам сегментированно размещать. Об этом часто тоже говорится, пишется и информируется, что вот это запланированное действие у нас существует. То есть вот сентиментация, которая может принять определенный поток, он все-таки с учетом, конечно, стратегии учитывается у нас в стране. Тур-операторы, турфирмы на себя берут все это подноготное для себя, чтобы именно не было большого скопления только в городе Баку. Ну, вразумеваем. А как, по-вашему, какие мы еще должны меры предпринять, ну, чтобы вот перенаправить, привлечь вот этих туристов к себе? Безусловно. Мы, опять же, должны думать о том, что если мы хотим, чтобы эти туристы к нам больше, как кажется, сделали, выбрали направление в пользу Азербайджана, мы должны делать, не сложа в руку о том, что думают, что да, мы все сделали, мы примем всех этих туристов. Это недостаточно. И для этого много делается. А именно сейчас подготовка кадров в этом направлении. Сегодня, конечно, может быть, станет вопрос о том, что сегодня подготовка кадров говорит уже поздновато, но тем не менее, есть у нас кадры, которые достаточно подготовлены. И я думаю, что все вот эти люди, которые работают в сфере обслуживания, я беру и гостиничный бизнес, я беру и туристическое направление, я беру других сфер обслуживания, должны были люди достаточно, скажем, профессиональные, подойти к своей, скажем, профессии, и при приеме гостей показать все, что, еще раз повторяю, характерно для азербайджанского народа и азербайджанского вот этого самого населения, что гостей гостеприимно так принимать и показать все, что достопримечательно в Азербайджане есть. На это мы готовы. И я думаю, что наши люди, которые работают в этой сфере, они должны просто задуматься о том, что как можно больше, максимально удалить внимание к этому туристам, оказать высокое качество, скажем, услуги для того, чтобы эти туристы все время изъявляли желание попасть в Азербайджан для того, чтобы отдыхать. Ну, Розумиалин, я вот процитирую вас, вы сказали, что кадры, которые достаточно подготовлены. Да. А достаточно ли подготовленных кадров у нас? Я вам скажу с более серьезной ответственностью о том, что поскольку я представляю, как вы уже говорили, Азербайджанское государственное университет туризма менеджмента, мы готовим уже достаточно более 10 лет этих кадров, я с уверенностью говорю, что те кадры, которые выходят в рамках нашего университета, значит, они, безусловно, подготовлены. Они многие... Но плачет ли их количество вот на всю нашу такую взрывную туристическую индустрию? Знаете, поскольку мы имеем прямое отношение с теми предприятиями, которые непосредственно занимаются туризмом, гостиничные, рестораны и так далее, достаточно, скажем, кадров сегодня. Нельзя говорить о том, что у нас эти кадры не подготовлены, они подготовлены. И я еще раз говорю, что у нас инфраструктура позволяет сегодня с учетом сложившейся ситуации принимать такое количество туристов, которые... Потому что мы без этого, в общем-то, до того, мы подумали, решали этот вопрос. Я думаю, что еще раз повторяю, с руководством, скажем, государственного агентства по туризму, мы предполагали, что привлекать туристов из других еще регионов. Но коли уж эта ситуация сложилась, значит, безусловно, я думаю, что наши кадры, наша страна, наши специалисты сегодня готовы для того, чтобы... Ну, туристов много не бывает. Ну, безусловно, конечно, конечно. Эльмир Ханум, вот вы в первом вопросе так красочно описывали какие-то направления в Азербайджане. Вот сейчас я вас попрошу рассказать, как по-вашему, какие преимущества у Азербайджана по сравнению с другими странами? За последнее время мы опять-таки видим, что большинство, конечно же, стран располагаются на исторической достопримечательности многих стран. Азербайджан в этом аспекте, конечно же, тоже занял свою нишу, естественно, высокую нишу. Это надо указывать о том, что многие монументальные памяти, которые связаны с ЮНЕСКО, они тоже привлекают внимание многих туристов, потому что за последнее время мы должны располагаться на том, что страны не только России, но и с других стран Европы, Китая, как вот Индия, как вот надо указать, вот недавно было принято соглашение. Это все говорит о том, что Азербайджан, он должен все-таки обладать такой колоритностью, и он обладает колоритностью, потому что я тоже неоднократно каждый раз отмечаю, что именно вот эти все достопримечательности, которые у нас есть, они есть, располагающие для того, чтобы привлекать большое количество туристов. Это, конечно же, у нас и фестивали различные, это у нас, конечно, различные соревнования, которые проводят. Все это, конечно же, не зря и неспроста, потому что мы знаем, что, и как Новоразумалим указывает, инфраструктура нам позволяет, позволяет в сфере, значит, спорта, в сфере, мы видим, различных отраслей экономики, инвестировать в нашу экономику, потому что привлекательность наших регионов, она все-таки видна. И вот с этой точки зрения хотелось бы указать, что Азербайджан, как развитие его зимнего туризма, так и его развитие летнего туризма, или, как мы уже говорим, круглогодичное развитие туризма, он принимает такое большое количество туристов без проблем. Поэтому какой-то проблематики здесь существовать не будет. И одно самое главное, которое мы можем все-таки этим, как бы по сравнению с другими странами, доброжелюбие, а также многонациональность нашей страны, толерантность, мультикультурализм нашего народа еще раз показывает, что проживание на территории Азербайджана большинство народности есть, как раз так и говорит о том, что с учетом не только национальной безопасности, но и туристской безопасности, которую указывают многие страны. У нас в наличии, конечно же, это есть по уставу ВТО Всемирной туристической организации. Ну, разумеется, вот сейчас Эльмира Ханом сказала, что, да, действительно у нас там толерантность, мы очень приветливы. Понятно, приветливость это хорошо, но вот готова ли наша страна на самом деле к такому потоку? Это вот достаточно серьезный вопрос, потому что даже вот Венеция, например, уже сейчас местные жители начинают бунтовать от того туристического потока, который просто-напросто заполонил в страну. Там Испания, Португалия, какие-то страны. А вот готовы ли наши Баку, регионы ко всему этому потоку? Ну, хочу еще раз с уверенностью говорить о том, что мы сегодня готовы действительно принимать столько туристов, но знаем приблизительно где-то около миллиона туристов в прошлом году посещал в Грузии, ну, хотя бы приблизительно это же количество... Да, даже полтора миллиона. Полтора миллиона. Ну, разная статистика, ну, возьмем миллион, допустим. Если они, скажем, выберут направление к нам в Азербайджан, я думаю, что мы готовы принимать и зная, скажем, менталитет российских туристов, мы прекрасно понимаем, они не только пляжные туризмы любят, они любят очень вкусно отобедывать, что и мы славимся своим насыщенным, вкусным кулинарием. Кулинарии, да, безусловно. Все туристы только об этом говорят. У нас прекрасные ландшафтные, так скажем, пейзажи расположены в регионах Азербайджана. У нас очень, как вы уже все говорили здесь, что гостоприимный народ, и мы очень толерантно относятся, потому что, безусловно, Азербайджан славится среди Кавказских республикан в том, что к российскому народу, к русскому языку, к русскому туристам относятся очень позитивно, и поэтому это тоже будет играть достаточно важную роль. И все инфраструктуры, сегодняшние инфраструктуры, сегодняшнее, скажем, количество, скажем, средств размещения, ресторанов, которые имеются в Азербайджане, я думаю, что мы можем справиться с той наплой, если достаточно. Дай бог, чтобы это так было, чтобы эти туристы направились к нам в Азербайджан. Ну, раз вы говорите, мы вам верим. Эльмир Ханом, а вот по-вашему, помимо исторического туризма, помимо туризма кулинарного, какие еще виды туризма могли бы привлечь российских туристов к нам? Мы всегда говорим, что постсоветское пространство, потому что касаясь постсоветского пространства, мы знаем, что Азербайджан славился как раз-таки бальнеологическим туризмом, лечебным туризмом, выздоровительным туризмом. На данный момент времени мы даже можем с уверенностью сказать, что лечебный туризм, он не только для въезжающих туристов привлекательный, но также для населения в том числе. Поэтому лечебный, оздоровительный туризм, он также является привлекательным для российских туристов. Это показывают статистические данные. Туристы, которые проводят не неделю, а две недели, соответственно, это 14 дней, потому что он всегда считал, что поддержание... Да, это минимум, 21, и вся вот эта процедура, которая, конечно же, привлекательна для российских туристов, она тоже привлекает. Поэтому все виды туризма, как мы видим, здесь будет самое главное для Азербайджана, что задействованы будут все отрасли экономики, будет доходность, соответственно, это уже ВВП на душу населения. Соответственно, здесь, конечно же, новые рабочие места, которые мы, конечно, всегда подчеркиваем, потому что один из аспектов принятия туристов, это открытие новых рабочих мест. Поэтому в данном случае экономическое развитие, экономический рост страны, он налицо, фактам будет налицо. Поэтому лечебный туризм, он на сегодняшний день опять показывает интерес нафталант, который мы неоднократно указываем, и неоднократно также российские туристы указывают именно специфику, специфику лечения на высоком уровне. Поэтому я думаю, что не только... Уникального лечения, потому что таланта, в принципе, нет нигде. Да, это было всегда подчеркнуто на постсоветском пространстве. Естественно, эти традиции, они возрождаются, и это, конечно же, очень приятно. И, конечно же, с данной точки зрения, это уже положительно влияет даже на экономический рост в стране. Поэтому все виды туризма, которые существуют, они прививаются в Азербайджане. И вот это именно одна из подноготных, которая еще раз показывает, что Азербайджан уникален в этом случае, в том случае даже, что принятие туристов с различных точек зрения, который может и отдохнуть, и подлечить свое здоровье, и, соответственно, оставить впечатление, глубокое впечатление, значит, приятное. Приятное, да. Потому что действительно так это и есть. Но еще надо сказать, что большинство населения говорят на русском языке. Поэтому здесь не сталкивается российский турист с проблемой, с которой мы сталкиваемся в других странах. И любой человек даже отвечает в виде туриста, российского туриста, отвечает ему на родном его языке, что, естественно, приятно. Приятно туристу. Комфортно для самих туристов, в принципе. Комфортно, конечно. Комфортно для туриста. И поэтому вот это впечатление, глубокое впечатление он оставляет. И в последующем это привлекает большое количество потока туристов, соответственно. Ну, Врусмайлим, как вам кажется, вот этот поток, предположим, мы перенаправили его на себя, но вот он окажется временным всплеском, или это все-таки будет иметь какой-то пролонгированный эффект в дальнейшем? Знаете, опять же я с уверенностью хочу сказать, что тенденция, в которой я наблюдаю, это показывает, что это будет постоянным. Потому что постоянно, каждым годом увеличится количество туристов, которые именно из Российской Федерации, которые направляются в Азербайджан, и вот те, которые уже были в Азербайджане, увидели азербайджанскую вот так называемую достопримечательность, они неоднократно возвращаются в Азербайджан. Это дает и вселяет надежду о том, что действительно это не просто такой эпизодический будет, что сложившаяся ситуация, значит, они направятся к нам. Я уверен, что эта тенденция каждым годом, каждым разом будет увеличиваться, потому что и статистика показывает. И мы знаем, что среди СНГ, которые проводили так называемый опрос о том, что какие страны они среди СНГ выбрали бы место, значит, в топ-десятка, значит, в ходе Азербайджана, она даже первая лидирующая, скажем, страна. Да, она даже первая. Совершенно верно, да. Это, значит, есть интерес. И еще хочу сказать, что действительно, Азербайджан, если они знали советский период, скажем, как Азербайджанская республика, сегодня они знают Азербайджан с другой стороны. Поэтому познавательная часть этого туризма, посещения туристов в Азербайджан, это играет важную роль. Они сегодня хотят знакомиться поближе с теми историческими объектами, исторической культурой, традицией, обычаей, которые характерны для Азербайджана. Поэтому это вселяет надежду о том, что... Эффект будет длительный, переломированный. Абсолютно будет. И от нас много зависит. Сегодня мы должны приложить тоже максимум усилий, чтобы в следующий год еще больше было туристов. А для этого у нас есть достаточно большой резерв, скажем, ресурсов, которые их надо просто воспользовать и преподнести, разработанную новую маршруту. У нас, я еще раз говорю, предостаточно есть привлекательные местности, которые требуют определенное, скажем, вложение какой-то инвестиции. И для этого делает руководство страны. Вы знаете, что достаточно в последнее время много соответствующих распоряжений господина президента приняты. Безусловно, соответствующие подразделения, структурные подразделения, в частности, агентства и те вузы, которые, скажем, образовательные центры, которые связаны этим, они совместно, значит, выполняют соответствующие, скажем, работы и будут выполнять для того, чтобы принимать наших гостей. Мы напомним, что по данным агентства Турстат, азербайджанская столица лидирует в списке самых популярных среди российских граждан направлений для летнего отдыха. И если местные туристические компании смогут провести грамотную работу по переориентации туристического потока, образовавшись в результате данной сложившейся ситуации в нашу страну, то мы уже в этом году будем наблюдать прирост туристов в Азербайджан. О новых перспективах развития туристической отрасли в свете последних событий в Грузии мы говорили с нашими гостями. Руководителя кафедры гостиничный и ресторанный бизнес Университета туризма и менеджмента Новрузом Кулеевым и заведующей кафедрой маркетинга Университета туризма и менеджмента Эльмирой Гаджаевой. А мы вновь увидимся с вами в передаче «Экономика дня» на телеканале CBC. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова